Итак, мы сегодня поговорим о реакциях холодного ядерного синтеза в Титане. То есть у нас есть Титан, он гидрируется, в нем добавляется водород, а именно Дитерий. И оказывается, что там происходят реакции термоядерного синтеза. Как это наблюдалось, как состоит эксперимент, я буду, скажем так, согласен анонимный источник. А почему он анонимный? Потому что в настоящий момент вот этот источник работает в одной из европейских стран и работает уже над практическим приложением. Все эти реакции действительно к промышленным реакторам. И поэтому он взял на себя определенного рода обязательства не выступать и не афишировать собственные результаты. То есть эти результаты, которые я буду говорить, они на самом деле достаточно старые, получены они в конце 80-х, в начале 90-х годов. И очень многие опубликованы. Поэтому кто что захочет, тот может, изучив соответствующие, правда не очень популярные журналы, может понять, на кого я ссылаюсь, от чего имени я на сегодняшний день говорю. Вот. Такова, значит, наша ситуация. Напомним, что такое ЛЕН или низкоэнергетические ядерные реакции. На сегодняшний день полагается, что у нас возможен термоядерный синтез. Термоядерный синтез между, скажем, атомами, между ядрами Диетерия, он осуществляет следующим образом. Мы берем плазму, поджигаем ее до очень высоких температур, до очень высоких давлений. Тогда у нас за счет высоких скоростей, осуществляемых в конце Максвелловского хвоста, у нас оказывается, что ядра Диетерия может между собой сталкиваться, то есть подходить до таких больших расстояний, когда начинает действовать уже сильное взаимодействие, и они начинают сливаться как бы в одно. Но нас будет интересовать сегодня исключительно Диетерий, поэтому я для него пишу классические реакции. Значит, есть два канала. Первый канал. Значит, это Диетерий плюс Диетерий, они дают 3D, и один протон улетает. Диетерий – это протон плюс нейтрон. Когда на 3D примерно приходится порядка 1 мегаэлектрон вольта, а протон улетает с реакции 3 мегаэлектрон вольта. Второй канал, который тут же образуется, это когда у нас образуется гелий-3, менее 1 мегаэлектрон вольта на него приходится, и 1 мегаэлектрон, который улетает с энергии 2 и 45 мегаэлектрон вольта. Примерно эти два канала равны. У меня вот там записано, немножко они отличаются. То есть этот канал доминирует, он 55%, а этот канал, он 45%. То есть ты хочешь сказать, что реакция идет по двум направлениям? Да, да. У них два... Название – два канала. Да, два канала. Ясно, что потом этот третий начинает опять взаимодействовать с Диетерий. Та реакция окрасна и более интересна. Почему? Потому что у той реакции у них очень большой выход энергии, порядка 15 мегаэлектрон вольт. То есть она гораздо более дает больше энергии, чем эта. И ее легче осуществить. Именно поэтому сейчас, когда делают попытки управляемого терминерного синтеза, они делают на смеси Диетерий плюс третий. Недостаток. Килограмм третий стоит 30 миллионов долларов США. На сегодняшний день общий мировые запасы третий – порядка 20 килограмм всего. Да? То есть они как бы так ничтожны. Ну и есть, конечно, определенный урод третий, который образуется во время работы атомных электростанций, но его достать невозможно. Запасы каком смысле? Ну имеющийся в наличии. Он возобновляемый? Возобновляемый. То есть он же наверняка, как бы, вот если его просто... Он же распадается наверняка. Да, но его постоянно воздобавляют, он нужен в кое-каких, например, в брелках, в часах, в некоторых пусовых механизмах используется для прощения светильности и так далее. То есть, видите, как бы он используется, и атом используется в атомной энергетике. Вот, это такая ситуация. Значит, на попытку, попытки существить, как я говорю, управляемый ядерный синтез, термоядерный синтез, они начали приниматься с начинала с конца 40-х годов. На сегодняшний день существует так называемый проект ЭТЕРА. Которые обещают нам осуществить термоядерный синтез к 27-му году. Ну, что значит, что это будет осуществить? Тем, что там они как разожгут какую-то реакцию, и эта реакция разрушит их сам реактор. Вот так, по-хвативски. Ну, то есть, его внутренности. То есть, будет показано, что путем удержания плазмы в сильном магнитном поле и ее нагрева, опять-таки, такими сильными туками, можно будет, они вот так считают. Значит, по моим прикидкам, на этот проект ушло не менее триллиона долларов США в нынешних ценах. Где? Во всем мире. И в России, и в этом. Сформировались целые поколения физиков, которые обязаны управляемому ядерному синтезу карьерой. Ну, например, нынешний академик Фортов, академик Велихов, бывший академик Александров. Все главы нашей академии НОК, они все, имеют отношение к управляемому термоядерному синтезу. То есть, в попытках его осуществить, но за это время уже сдохло несколько десятков ишаков и уже несколько падишахов. Как минимум, до человек пять или шесть, даже, наверное, семь российских падишахов сдохло. Это вопрос, кто раньше умрет, либо я, либо ишак, либо падишах. Ну вот, ну вот, все уже умерли. Тем не менее, он продолжает питать собой и кормить целые поколения физиков, осуществляющих попытку этого горячего термоядерного синтеза. Сейчас я покажу, что этот термоядерный синтез давно получен. Он получен не только в работах Флэйшмана и Понса, когда дело происходило в обычной электрохимической реакции на паладьевых электродах. Но он на самом деле осуществляется и достаточно просто в Титане при его гидрировании. Откуда вот эти люди, которые мы сейчас будем объяснять, в общем-то, по большому счету, если бы это хоть как-то было признано большими китами, они по большому счету заслуживают, конечно, на гидридской премии по физике. Откуда они пришли? Они пришли из области радиационной безопасности. Для них было очень важно придумать такое вещество, которое хорошо бы защищало бы объекты от радиационной опасности, исходящей от атомных электростанций, в первую очередь от электростанций на быстрых нейтронах. Для этого начали использовать так называемый гидрированный титан. А гидрированный титан – это титан, внутри которого внедряется водород. Вот. Такая вот эта штука. Я взял монографию Мюллера, известную, да, и предписал из него картинку для фазовых диаграмм гидрированного титана. Тезис, который нам означает Мюллер, невозможно внедрить более двух атомов водорода на один атом титана. Это некий порог. Хотя, говорит Мюллер, кое-где... Монография старая, 70-го года примерно, да? Значит, тем не менее, утверждается, что есть, скажем, какие-то следы титана, титан-водород-4 в некой воздушной фазе. То есть где-то иногда встречаются следы, которые были замечены. И вот у него различные параметры решетки. И вот фазовая диаграмма его выглядит так. Вот альфа-фаза, с самой большой плотностью решетки. И вот гамма, с самой маленькой плотностью решетки. Вот здесь посередине бета. А посередине у них, между ними, находятся две области, связанные с бета плюс гамма. Вот. Такова наша ситуация. Значит, здесь у нас откладывается температура. Здесь откладывается давление в атмосферу. Мы видим, что при нашем возможен то ли альфа-гидрититан. Вот он такой-такой в себе. Здесь он где-то в этой области существует. А дальше он развивается следующим образом. Значит, как устроена сама установка, по которой мы говорим. Установка, она устроена вот так. У нас есть некий бак. Значит, в нем находится порошок титана, очень чистого. И сутар берется и через большой длинный шланг подается водород. Сам он, разумеется, нагревается. И нагревается, и реакция у нас таким образом происходит как-то. Значит, взяли его, запустили водород, сонт приоткрыли. Сначала у вас было высокое давление, потом это давление снижается. По снижению этого давления мы понимаем, что у нас произошло насыщение титана водородами. Такая вот эта ситуация. Пускаем мы его. Вот его запустили. Когда у нас происходит обычный, входит сюда обычный водород, обычный водород, то у нас происходит разогрев образца. И образец, они ухитрились до очень больших показателей, примерно 1,97. Получается всего атомов водорода на 1 атом титана. Произошло подобного рода гидрирование. Был поставлен следующий эксперимент. Вместо обычного водорода, то есть против, большую часть, запустили сюда дитейли. И дитейли, значит, туда опять его запустили. И тогда у нас здесь происходит опять какая-то реакция. После того, как он нагревается от 500 градусов, он начинает разогреваться до температуры порядка 1200 градусов. А здесь, если бы был порядка просто-против, он бы разогревался до температуры порядка всего лишь 1000 градусов. Такой эффект. И, значит, мы видим, что у нас вроде бы обычная химическая реакция, но выход тепла у нас для дитейли оказывается аномально большой по отношению к реакции, которая находится в спорте. Такова ситуация. Значит, спрашивается, за счет чего возникает подобного рода эффект? Ну, первый вопрос, который говорится, ну, блин, ну вот так бывает. Ну, на этот момент появились эксперименты уже флешмана-японца, и поэтому стал интересен вопрос, а не происходит ли там низкотемпературных ядерных реакций? Как это определить? Нужно просто взять и померить нейтронное измучение. Да? Взяли, оставили газоразрядный счетчик, и видят странную картину, что у нас весь этот период длится 30 минут. В эти 30 минут происходят 7 всплесков нейтронного излучения. Примерно каждый соответствует по 400 отчетов в среднем. То есть у нас где-то там образуется в каждом из этих всплесков, который идет всего порядка полусекунды. Для них существует у нас, получается, всего по 400 нейтронов каждый отчет. Такова вот у нас ситуация. То есть, как ни странно, когда мы насыщаем его не противом, а элитерием, этот, значит, титан, то у нас происходит проявление нейтронного излучения. Начали проверять, действительно ли это нейтронное излучение. Отказались от газоразрядных счетчиков и поставили следующий эксперимент. Сюда получился выход куда-то. И ставили в первом варианте, ставили уран-235, во втором Нептуний-239. В чем особенность вот этого? Ну, таблетка, таблетка, таблетку маленькую. Значит, между ними, посередине вот здесь, посередине вот здесь стоит вода. Это не аквариум с рыбками, 10 сантиметров воды, или для чего, потому что если у нас образуются нейтроны, то мы их замедляем. Потому что уран, например, никто не отделит, только медленные нейтроны. Они взяли и смотрят, будет ли какое-то. После этого здесь стоит слюда. Сюда. Теперь взяли вот этот эксперимент. Нейтроны у нас вышли, оказалось. И у нас в суде образуются треки, которые потом можно наблюдать за микроскопом. Количество, когда все это дело посчитали, выяснилось, что количество детектируемых нейтронов приблизительно соответствует ситуации, которую нам намерил газоразрядный счетчик. Для эксперимента. Ставили же эти самые таблетки за бетонный блок, за большой. Смотрели, не являются ли это нейтроны, просто обычным излучением, которое существует в данной местности, не являются. Реакция деления 235-го урана и реакция ответственного нектуния не происходит в 239-го. Не происходит никак вот эта реакция. Получается, что этот нейтрон образуется от именно гидрирования титана водородом. Вот так смешно. Странный эффект. То, что, казалось бы, у нас, таким образом, можно сказать, что у нас при гидрировании титана водородом у нас происходит термоядерная реакция вот примерно вот этого канала. То есть мы вот этот канал получили. Вот он. Так титан выступает как катализатор, что ли? Да, титан выступает чисто как катализатор. Проходит чисто... А нельзя там потом гелий поискать в титане? Не искали, знаешь, к ним вопросом это обещалось. Сейчас я к этому обращусь, к этому вопросу, минуткой позже. Ну, значит, в чем особенность? У нас получается, что здесь эта реакция идет... Кстати, я забыл сказать, что титана здесь всего 7 грамм. Всего 7 грамм, да? Больше у них не было. Это очень сложный эксперимент. Знаете почему? Потому что титан, он там в зернах маленьких находится, надо делать его чистым, чтобы он ни в коем случае не окислялся. Кроме того, чистый титан взаимодействует с азотом, тебе надо, чтобы еще и азот туда никак не попал. То есть вот берется чистейший титан, а он у них был, потому что на радиационную безопасность люди деньги не жалели. Вообще, вся эта штука, она происходила после того, уже, как группа академика Дерягина уже до покойного 95-го года открыла рентгеновское и всевозможное излучение, нейтронное, приколки и дитеро льда. Значит, смысл эксперимента был следующий. Брался кусок дитеро льда, потом баек разгонялся, по нему стукал, детекторы у нас здесь брали нейтронное излучение и, скажем так, и излучение рентгеновского спектра. То есть не гамма, а именно рентген. И вот сейчас последний Дерагин умер в 95-м году, а этим летом скачался Липман, как бы один из величин людей, с которыми он работал, защитил кандидатскую диссертацию, у меня авторикрат этой кандидатской диссертации есть, по этому поводу. И знаете, как ни странно, умер от гнойного перитонита в Москве. Я так понимаю, что, наверное, диссертация там где-то года так 90-го, то значит сравнить мы с молодым человеком. Это вот изначально были. То есть тоже были странные эффекты очень. Брали обычный кусок дитеро льда, его кололи бойком, и получались определенного рода эффекты ядерные. Чего быть не может, между тем, миллионы градусов, блин, как такое возможно? Никак это невозможно. А они вот такие вещи получали. Умер он в 95-м году, ну, понятно, был отвал, отсутствие финансирования всякое. Но вы представляете, да, что здесь там есть эксперименты с таблеткой из Нептуни. Так вот, Нептуни один из продуктов, который получается при получении плутония, в том числе и оружейного. Отсюда любой человек может понять, где и как люди, о которых я рассказываю, работают. Ну, это такие вот эти вещи. Такова, значит, наша ситуация. Но, когда у нас был общий ажиотаж по поводу рефлейшнона и пункта, то у нас выяснилась забавная вещь. Выяснилось, что вот эти два канала существенно неразонированы. Индийцы какие-то ставили эксперимент и выяснилось, что вот этот канал, он в 10.9 более активен, чем вот этот канал. То есть у нас реальный, то есть если вы смотрите, у нас здесь 7 этих штук и 400 нейтронов, то есть это несколько тысяч нейтронов всего, да? То есть как тут гелий-то поискать, блин? Не трудно поискать, если когда это так мало нейтронов, да? В образце. Мне зря, когда у тебя несколько тысяч гелия всего лишь должно быть. А вот, да, а этих там 10-26 атомов, там вот так, 10-28, то есть такой порядок, а ты в нем несколько тысяч ищешь. То есть 10-24 где-то, 1-10-24. То вот этот канал, он показан, что он 10-8, 10-9. То есть эти два канала, когда у нас происходят низкоэнергетические ядерные реакции, в отличие от чистого термояда, они существенно неравномерны. То есть это скорее случайное, иногда спрещающее, а это доминирующее. Кроме того, значит здесь образуется третий, он должен тоже вступать дальше в какой-то образы реакции. Вот у индийцев на это, как ни странно, были деньги, и они этот третий там нашли. У наших, как ни странно, денег таких не было. У них были деньги на таблетку из Нептуни, но не было денег на то, чтобы поискать третий. Значит, что еще фиксируется, кроме этого? Значит, у нас здесь существует еще, все время сопровождается у нас реакция излучением. Ну это гамма на границе с рентгеновским спектром, то есть порядка 100-150, диск и килоэлектрон-вольт. Вот такое у нас излучение получается. Скорее всего, это паразитарное излучение, связанное с тем, что нейтроны и протоны путешествуют по решетке титана, сталкиваются с атомами, и в результате торможения у нас получается по подобному водоспектру. Вот такая вот эта вещь. Значит, интересно посчитать, сколько у нас тогда получается взаимодействие в таком образце. Ну я примерно прикинул, у меня получилось 10-12. То есть у нас реально вероятность на каждый из загруженных в этот поглощенных титаном атом водорода, у нас существует всего порядка 10-15, 10-14 вероятность реакции. Это очень мало. Отсюда я делаю печальный вывод, что эта реакция вряд ли когда-либо будет от промышленно используемой реакции. Почему? Ну потому что у вас обычная химическая реакция, когда у вас водород говет кислород, это электрон-вольты. Его в граммах типа того, что число вагадра, то есть порядка 10-26, 10-27, да? Соответственно. А здесь у вас 10-15, но средний выход реакции это 10 мегаэлектрон-вольт. Вот так, если примерно прикидывали, да? Там 10-15 мегаэлектрон-вольт. То есть у нас получается здесь мега-6-7, то есть это 10-8. 10-8 где-то так. В мегаэлектрон-вольтах. А там, значит, то это... Это просто электрон-вольт. Да. Ну, 10-8, да. 10-8 на один взаимодействующий атом. Это очень мало. То есть это гораздо меньше и хуже, чем если бы мы просто брали бы этот водород и его жгли кислородом. Связано это с тем, что у нас почему-то в этом титане реакции подобного рода идут, но эти реакции, они у нас получаются очень редкие. Я попытаюсь объяснить, потом дать вот сегодня теорию, почему они будут достаточно редкие. Хочу еще заметить, что люди еще делали так же. Они прогоняли вот этот гидрированный титан через бета-гамма-переход вот сюда. Да? У меня здесь получалась очень странная штука. Когда они гнали из бета в гамму, у них было нейтронное излучение. Когда они гнали из гамма в бету сюда обратно, у них было чисто гамма-излучение. То есть берешь, повышаешь давление, у тебя происходит фазовый переход, перестраивается кристаллическая решетка, у тебя возникает нейтронное излучение. Обратно она перестраивается, у тебя не нейтронное излучение возникает, а получается гамма. Вот такая вот вещь, да, вот так, то, что я примерно хочу сказать по поводу экспериментов, да, еще утверждается, что у нас была какая-то группа в Одессе, которая делала подобные штуки, подвиги его не по ладе, и господа, те, кто меня слышит, меня многие, кто слушает, если вы еще живы по этому поводу, было бы неплохо, если бы вы со мной связались, и мне об этом бы рассказали. У них там тоже образец примерно такого же размера, только образец по ладе, и у них получалось порядка 200 нейтронов в такой же аналогичной реакции при гидрировании, то есть реакция идет два раза более ниже эксперимента. Значит, смотрите, вот примерно общие такие слова, которые я могу сказать, если вот именно по конкретному что-то есть, какие-то вопросы, что у нас происходит, прежде чем мы перейдем к Титану и обсуждение, чего же все-таки происходит в установке Руси. Да. А можно вопрос к предыдущему? Вы сказали, что дейтерии и тритии очень дорогие и редко встречаются. Дейтерии очень дешевые, встречаются где угодно, а тритий очень дорогой, да. Я вот помню, когда вся эта пропагандировалась, то есть там 50 тому назад, это управляемый термоядерный синтез, как раз говорилось, что вот все эти компоненты, дейтерии и тритии, это вот, мол, что-то там, типа на дне, там, Волги, там, почерпаем. Ну, дейтерии, да, дейтерии так и можно, не только для его. Из-под крана направил дейтерию там на себя и подводить чего-то, что угодно. Ну, вот они из дейтерия собирались делать тритий, думали, что это просто. Видите, можно делать. У вас дейтерии бац-бац и... Значит, могу еще тоже сказать, что вот в этой области, когда они сталкиваются, два дейтерия, как и все у нас в ядерной физике. То есть это получается какая-то была, так сказать, фантастика или самореклама, что ли, да? Просто тритий не нужен для того, чтобы проводить эти... Видите, здесь, справа, слева, везде только дейтерии. Третий – это продукт. Он не должен быть дешевым, как бы, и не должен быть доступным. Он получится в результате этих реакций. Да. Если мы это научили... Нам нужен только дейтерии. Дейтерии, то мы научились делать тритий. А тритий, он хорош, потому что когда дейтерии плюс тритий, большой энергетический выход, и шкиотит реакцию гораздо проще. Поэтому делаю сейчас на дейтерии плюс тритий. Но я хочу заметить, что у нас физика же у нас ядерная, как наука, отсутствует, по сути. Поэтому что у нас происходит в этой области, когда у вас дейтерии плюс дейтерии происходит, и потом они оттуда вылетают, это совершенно непонятно. Да? То есть известно, что посчитали в среднем реакцию, вроде бы доказали ее практическую осуществление... Это низкотемпературная реакция? Какая? Вот это высокая. Дейтерии плюс дейтерии? Где как? Обычная, она высокотемпературная. Обычная. Но я вот показываю, что это низкотемпературная реакция. То есть она начинается, забыл сказать, да, 500 градусов в этой реакции начинается. То есть ее на шкале температура, например, на 1000 градусов. Не, просто ты говорил сначала про термоядерные и ядерные ядерные, которые у нас при высоких температурах. Есть как бы альтернатива низкотемпературной реакции. Очень, очень, ну, по сути, в ядерном смысле она одна и та же. Просто у нас получилось так, что эта самая вещь, она идет, оказывается, еще при горке гидрирования льда, при гидрировании палладия, при гидрировании титана. И, как я сейчас буду утверждать, я раньше совершенно неправильно понимал, как работает Росси, спасибо моему анаминному коллеге, что это, скорее всего, эта реакция идет именно и у Росси тоже. Вот. Такова наша ситуация. Ну, вот, люди пытались эту реакцию осуществить следующим образом. Говорю, они берут вот этот диетерий, он их ионизируется, лишается электронов, они его нагревают, держат в плазме. Есть еще другой способ, единственный экспериментальный, на сегодняшний день, где они доступны. Это состоит, что у тебя есть, ну, условно говоря, диетерий-толитит, на самом деле литочка, то есть диетерий-толития. Посередине атомная бомба, и он на этой ядерном взрыве отжимается, создается плазма, да, тогда атомная бомба на Плутоне или на 235-м Уране в качестве детонатора существует. И после этого возникает усиление за счет появления вот таких термоядерных реакций. Ну, вот это, так называемая термоядерная бомба. Я хочу обратить внимание, что сделали очень давно, в 50-е годы, в начале, да, какой год, так точно? 53-й год. 53-й, да, 53-й год. 53-й год. И если с атомной бомбой, то ее сначала запустили быстренько, а атомную электростанцию нашу уже сделали через несколько лет, она в Обнинске работала. То здесь был тоже такой же оптимизм. А давайте мы сейчас, мы будем этот диетерий из Волги, из водопровода брать, и обеспечим весь мир дешевой атомной энергии термоядерной. По целому ряду причин, эта реакция оказалась трудноосуществимой. На сегодняшний день говорят, что она будет членом в 1927 году, но до этого времени могу либо я, либо Ишак, либо Падиша. Но так уже говорят в 1940-х годах. Вообще говоря, Острецов, я еще раз это повторяю, существовал у него какой-то доклад аж с 1946 года, Ну, не его, а Харитона и Зельдовича, которые говорили, что управляемый термоядерный синтез невозможен. Почему? Потому что образуются продукты реакции, и они охлаждают саму диетерий-третьевую смесь очень быстро. Они выносят очень много энергии, и она тут же оказывается отброшена ниже необходимых критических давлений и критических температур. То есть вот такая. То есть они чисто теоретические тогда, сказать? Из каких-то соображений высказали? Я же ничего не могу сказать, я только в пересказе Острецову это знаю. Он говорит, что это было с самого начала. Поэтому если мгновенный синтез был возможен, мгновенно у вас раз все прореагировало, что могло, то управляемое, то есть медленное горение, как это происходит для атомного реактора, оно невозможно, потому что продукты горения все время охлаждают у нас этот самый образец. Такова вот эта, значит, ситуация. Ну вот, по поводу. Я вот на все эти эксперименты посмотрел, и на все, и я считаю, что это ситуация, конечно, то, что я знаю. Вот возможность Ленера, оно доказано. Как-то еще. Эти публикации было очень много в конце 80-х, в самом начале 90-х годов, а после этого, как вы понимаете, журналы перестали принимать статьи по поводу Ленера для публикации. И вся эта вот деятельность была свернута. Что-то огромного во всем мире перестали? Да, во всем мире, конечно. А почему? А? Почему я что-то не уловил? Почему? Потому что когда флешманы пон сделали свою памятную пресс-конференцию, было собрано специальное совещание, даже под патронажем президента США. И две группы исследователей, первая группа в Массачусетском технологическом университете, втором в Калифорническом институте, должны были дать результат, дать ответ, происходит ли подобного рода реакция. Обе эти группы, не приглашая ни флешмана, японца, никого из них, что-то сами там померили, сделали вывод, что это лженаука, этого быть не может. А поскольку это были авторитетные люди, управляющие по сути американской наукой, то они, соответственно, получилось, что их указание оказалось руководящим для Министерства энергетики США, и все финансированные всевозможные роды исследования, прием статей по этому поводу, был прекращен. И только что сейчас был семинар, я опять его знаю, в Массачусетском технологическом институте, он каждый год уже устраивается, в этот раз третий год, и говорят, что там посвящали буквально первое завращение, рассказывают о УМУ, что весь этот вывод был сделан по поводу двух экспертных групп в Массачусетском и Колтехе, что эксперимент их был грязный, они условия альтрохимической реакции флешмана и японца воспроизвести не смогли, но тем не менее, поскольку они были даже не тем, что они окажутся, ну, эстеблишмент физический, он был не только грязь того, что им сейчас урежут финансирование, да, мы понимаем, что если у нас термейлерная реакция просто в альтрохимической реакции идет, то, ребята, вы уже, наверное, 50 лет к тому моменту пудрите мозги, вбирайте деньги на горячий термейлерный синтез, а вот реакции у людей идут. Они испугались по всей видимости того, что им придется за этот расход и за попытку выбрать неправильное направление научного движения придется отвечать. Ой, ну глупость. Нам, наоборот, если бы они повторили, у них удалось им бы тут же дали гранты на то, чтобы развивать это направление. Вот и все. Они же не боги, чтобы предсказать. Ну, не угадали. Просто вам нужно ошибиться. Почему сразу какой-то замысел? Ну, ребята, я же вам приводил. Если во всем мире все шли по пути горячего термейлерного синтеза, конкретно предъявлять какие-то претензии к какой-то там группе, к эксперту, к калифористам или к калифористам, нет смысла. Почему? Ну, потому что все думали, что только по этому пути можно идти. Поэтому это какие-то объяснения. Ну, не знаю. У меня объяснения только политические. У меня политические решения. Объясните, это сейчас вот новая волна пошла, потому что речь пошла уже о промышленных реакторах. Тем не менее, эти исследования, они же проводились. Я в прошлый раз об этом рассказывал. Но об этом особо исследовательский центр Toyota отличался. Кто продолжал это дело финансировать? Ну, а Flashman, он вот в этом году, летом, точно в прошлом году, он скончался. То есть вот такова, значит, у нас ситуация. Ну, не знаю. Вот, пожалуйста, вот эксперимент. Значит, смотри, если бы у тебя было бы, как ты рассказываешь, ведь важно не только физическое подтверждение, да, но еще подтверждение. Ты берешь какую-то статью в журнале авторитетном. В нейчик, физиал-ревью, ревью-лейтерс или где-то еще. Господа, я сделал вот такую вот установку на Титане, померил нейтронную эту штуку в литере. У меня ничего не получилось и не произошло. Это же тоже новый результат, да? Где такие статьи? Их нет. Ну, потому что установка, да, она выглядит немножко странно. Ну, а Flashman полностью. А почему в Титар надо добавлять водород, а не и дальше там лицо Медельева все перечислить? Откуда это берется-то? Если у тебя люди это... Что-то случайно, кто-то получил какие-то спрессы. Причем, как ты говоришь, сегодня было излучение, завтра не было. Всегда было, всегда было. Ты говоришь, что какие-то там... Это другое, это просто эксперимент говорил. Вспышки, да, они вот... 30 минут длится вот эта реакция. Там есть вспышки нейтронного излучения. Их всего примерно 7 вспышек за все время. Но как это вспышка? Как вот реакция может идти вспышкой? Не знаю как. Тем не менее она идет вспышкой. То есть она как бы возобновляется и затухает. Нет, идет у тебя вспышка какая-то. Есть по этому попытка какого-то объяснения. Мне это тоже очень волнует почему-то. Ну вот она идет вот так вспышками. Испомним опять установку РОССИ. Она тоже так идет вспышками так. Буквально. Вот он взял, он его нагрел. Потом температура падает, образец остывает. И вдруг он начинает самостоятельно разогреваться. И реакция его происходит в следующем возрасте. Потом она затухает. И его снова надо разогревать. И снова входить в этот цирк. В чем и проблема, что он не существует без подводки внешнего тепла. Здесь ситуация, как я ее представляю, она еще хуже. Просто если у тебя этот 30-минутный цикл закончился, у тебя реакция завершилась, то ты просто вот так уже снова открыв вентиль и закачав туда диетерий, реакцию не получишь. Насколько по моим представлениям. Я не знаю, проверялся диетерий. Тебе надо провести дегидрирование собственного образца. Ты пройдешь его дегидрирование, снова его загидрируешь, и у тебя снова пойдет реакция. Вот так. Почему? Потому что 10-15, господа. То есть это какое-то ничтожное количество где-то там расположенных атомных гидрелей. Оно существует. Это получено 10. Из расчетов. Значит, как они считаются? Вот у тебя первый канал, 7 на 4 приблизительно, порядка 3000 увеличений. Потом берешь индийский критерий, второй канал, 10 на 9, да? То есть, соответственно, это 10-12. И самообразительность, 7 граммов на каждое из числа багадра считаешь количество атомов, и потом умножаешь их на 2 приблизительно количество атомов гидреля, да? И делишь их на 10-12. Получаешь 10-15. Понятно, да? 10-9 это что? 10-9 это приоритетность первого канала с третьим по отношению к каналу 13-го. Экспериментальный факт получен в какой-то индийской лаборатории, еще в самом начале, в 90-м году. Они просто взяли третий. А что это из положения эксперимента и никакого теоретического обознавания? А я теоретическую сейчас перейду. Я перейду к теоретическому. Просто говорю, что есть по поводу. Просто еще раз говорю, Антон, если у тебя есть противоположная ситуация, вот люди взяли, эти статьи публиковались там, взяли, что-то там намерили. Флэшман считался крупнейшим британским электрохитом. Хорошо, ты взял, проделал эксперименты и опубликовал это в научном журнале. И сказал, что вот, господа, Флэшман и Понс, а также все прочие, там, Дерягин и всякое прочее, Шняга, они ничего не понимают. Потому что я взял, поставил тот же самый эксперимент и не смог воспроизвести их результаты. Где такие статьи? Таких статей нет. Так может их нет, потому что это оборудование, все эти материалы очень дорогие. Да ну, для этих ребят-то, для этих не дорогие. Это для нас галаштабная команда. А кто этим будет заниматься, из каких соображений? Кто опять же будет это финансировать? Представьте на секунду, что всякий изменяемый физик понимает, что это как бы все невозможно и это бред. Ну, допустим. Никто просто этим не будет заниматься, потому что это будет трата его времени. А эксперименты люди ставили же, эксперименты ставили. Те же вот Халтек и Массачусетский. Они что-то проверяли. Почему у них нету в открытой печати результатов их проверки? Почему? Сейчас этим заниматься тоже обсуждением. Почему нету, нету и нету. Тогда уж к технической части переходим. Так, еще немножко о практике. Значит, смотрите, в чем здесь у нас проблема она состоит. Она у нас здесь следующая. Что мы видим, что у нас титан выступает в качестве катализатора. То есть конденсированное вещество, а именно решетка по каким-то причинам не оказывается возможной иногда происходящего подобного рода реакции. Такая вот вещь. Не, ну то есть надо понимать, что эта реакция, как бы, она может происходить при любой температуре. Да? Нет. Просто сечение, то есть что-то, 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 реакция происходит или не происходит. Нет. Есть сечение, вероятность, да? Вероятность встречи дейтерии дейтерии. Даже при комнатной температуре она есть. Просто она, как бы, в минус, там, 10, в минус, и дальше. Восемьсот. Огромная, огромная цифра, да. То есть, если, как бы, говорится про то, что титан является катализатором, он просто повышает, как бы, эту вероятность до каких-то, вот, ну, до 10-минус 15, как говорится, базовая, до каких-то... Да, при определенных вещах. То есть, у нас здесь давление от 30-50 атмосфер исходное было, и температура 500 градусов. Поэтому, на самом деле, как бы, надо понимать, что ничего такого совсем безумного, да, в этих ядерных реакциях таких низкой температуры нет. Просто при каких-то условиях речь идет о том, что они аномально становятся вероятными. Да, да, но... Значит, теперь обращаемся к реакции РОССИ. Значит, реакция РОССИ, она состоит в том, что у нас нано-порошок, в него закачивался, как он говорил, водород, весь разогревался, и после этого шла реакция с высоким выделением тепла, с гораздо более высоким чемпиолетой реакцией, и она приводила к тому, что в настоящий момент существует, экспериментарно люди определяются, промышленный реактор мощностью в 1 мегаватт. Вот здесь, да, уничтожено количество в 7 грамм, да, а там у него мегаваттник стоит в контейнере. Значит, все там скрывается и все кодируется по большому счету, поэтому я тут провел 4 или 5 наших заседаний с вами, везде говорил, что у нас идет никель плюс протий, и они прообразуется в медь, таким образом. И в самом деле РОССИ, потому что он еще не смутил, потому что в самом начале, на своей конференции показывал вот эту медь людям показывал, которая у него в реакторе образовалась из никеля. Теперь, благодаря нашему анонимному источнику, я понимаю, что совсем это не так. Ведь никто не проверял, что там у РОССИ стоит в этом баллоне, написано водород. А что у него там? Может у него там ДТР в опротив 8, если у него просто чисто ДТР, это же тоже водород. Кто его знает? Может он насыщает ее не протием, а литерием. И у тебя на никелевых катализаторе, как вот здесь на титанном катализаторе, у тебя происходит реакция. Именно образование просто третьей гея. Третьей дальше опять же участвует в реакции. А появление меди, вот у него уже там сейчас установка работают уже несколько месяцев. А появление меди, оно уже оказывается связано с тем, что у нас блуждает там нейтроны и блуждают у нас там протоны. Они встречаются с никелем и после этого происходит опять трансмутация, в том числе появляется и меди. То есть РОССИ говорит, что у него никель это катализатор, и этот катализатор, значит, что это всего лишь побочный процесс. То есть предлагается посмотреть на установку РОССИ совершенно другим образом. Не тем, что у нас происходит реакция никель плюс водород, а у нас происходит реакция, на самом деле, диетерия плюс диетерия, существующая на никеле, как на катализаторе. Что еще у нас оказывается в никелевом сплаве? А почему катализатор тогда меди переходит? Потому что у нас реакции блуждают протоны и нейтроны. Ну протоны и водород это одно и то же можно сказать. Ну да, но они высокоэнергетичны иногда. И иногда и у нас сечение взаимодействия при высоких энергиях, оно оказывается отличным от нуля. И иногда у нас именно продукт вот этой реакции присоединяется к ядру этого никеля, и у нас образуется меди. Точно так же он образуется, у нас присоединяется нейтрон, да, точно так же. Но потом оказывается, что у нас атом оказывается нейтронно-избыточным, и у нас происходит бета-распад. У нас остается один протон, и, соответственно, позитрон у нас вылетает. И это, кстати, очень важно. Почему? Потому что я рассказывал, что ребята приходили к Лосе с гамма-детектором, и видели, что вначале у него реактора, садясь с ним, когда идет аномальная вспышка гамма-излучения. Он как бы все скрывает и не признается. Но сейчас уже признаются, что там есть нейтронное излучение, что там действительно существует вспышка гамма-излучения. По всей видимости, поэтому, к сожалению, мечта о том, что у меня вместо трубы Влада Грячего для снабжения будет стоять маленький генератор Росси, она оказывается несущественна, потому что сегодня идут такие реакции, что я долго рядом этой своей трубы не проживу просто. А Росси как, сколько долго живет около своих экспериментальных установок? Ну, до сих пор живет, но его коллега Факарди этим летом тоже умер. Ну, он старенький уже был совсем. Да? То есть они, ну, у него, на установке есть какая-то защита, да, от всяких этих? Да, да, да. В первой установке там они были свинцом замотаны даже. Свинцом были замотаны. То есть было ясно, что они стоят в защите какой-то. Ну, вот у нас и сидели, он и идет, так он легко ловит его. Чего его ловить-то? Защищается. А вот если гамма, то это как бы так неприятно. Но тем не менее, все равно, по сравнению с обычной ядерной реакцией, исход продуктов это очень сложный. То есть еще раз повторяю. Теперь пытаемся взглянуть на установку Росси, что она работает принципиально по другому циклу. То есть точно так же у нас никель используется в качестве катализатора, как в этих экспериментах, о которых я говорил по поводу титана. У него есть еще такой аномальный эффект. Когда пытаемся гидрировать никель, у него водород накапливается в неком предповерхностном слое. То есть 2-3 атома никеля всего. И уже при температуре выше 300 градусов, только после этого надо отталяться по всему телу никель. И напомню, что у Росси, там у него реально очень маленький никель. То есть это 5 нанометров. Вот такая вот штука. Ой, 50 нанометров у него размеров каждой капсулы. Она каждого такая себе ежика представляет. Плюс подведение еще, судя по всему, к самой установке еще сильного магнитного поля, порядка Тесла. Вот. Вот. Такие вот замечания. То есть смотрим на эту реакцию принципиально с другой позиции. То есть я все время говорил, что, мол, у нас энергия идет никель плюс протон, и сюда получается медь вкупу. Я хочу обратить внимание, вот Антон, твое, вот я в прошлый раз рассказывал. Существует нынешний глава Академии Миссии по лженауке Евгений Александров. И он в своем интервью говорит, что такая реакция невозможна, потому что у него отрицательный генергетический выход. Ну и тут же шестерки берут, Слава Жекотинку вот такую рисуют. Это рель. Это, значит, она, как это выглядит. Это энергия связи на один нуклон. Сюда у тебя количество нуклонов возрастает, а здесь количество энергии связи. Вот здесь железо, то есть у него максимальное. То есть, когда ты зачиняешься синтезом, вот они вот так считают, да? Сюда здесь синтезом, то вот этот синтез, он здесь приносит энергии, а вот здесь в этой окрестности он как бы так не приносит. А вот здесь у нас получается уран. Уран выгоднее развалить уже получается. Да, да, да. Уран уже получается. Но в самом деле здесь змейка. Я взял эту реакцию, полностью посчитал всю. Вся реакция, она на каждом делении, в зависимости от изотопа, оказалась, идет с положительным делением энергии. Для нижних изотопов это 3 мегаэлектрон-вольтная реакция, для высших изотопов H7. То есть он даже вот таких вещей не знает. То есть пнул академик, да? Еще раз? Да, он оптик. Он оптик. Да, я еще в очередной раз полезен. Это полезно, да, как вы не могли бы пинать? Нет, ну вот, просто Левнер официально считается лженаучной теорией, согласно соответствующему ему постановлению. Массачусетский университет, Кальфорнийский университет. По лженауке. А что? Я говорю, ну так, по походу песни, ты так вот пинаешь людей на право налет. Нет, то, что вот это я пинаю, то, что рассказываю, это рассказывается о семинарии, который происходит в Массачусетском технологическом университете на сегодняшний день. То есть 20 лет прошло, и там есть люди, которые проводят семинары уже третий год. У них есть своя какая-то установка, как она работает, что там работает, я не знаю, не знаю, что она есть. Она там уже годами, установка лендер в Массачусетском технологическом институте уже работает. Она есть такая установка. Я же не все эти вещи не придумываю. Я просто могу сказать следующее. Вот благодаря Игорю Гулеву, он первый обратил мое внимание, помните, я целый семинар проводил, и схитряясь, понять, почему, сдам, энергия, как-то положительно. А надо было просто взять тупый, посчитать в лоб. Взять, посчитать дефект массы. Взяли дефект массы, посчитали, и получилось, что подобного рода реакция вся полностью энергоположительная. То есть происходит с выделением энергии. Но вот если она происходит так, то еще гораздо интереснее, потому что выход на единицу массы гораздо больше. Вот в чем дело. Осталось только добраться до высоких сечений. Все, значит, вот с этим, значит, как бы я так и заканчиваю. То есть установка РОСИ вполне возможна, что никель используется в качестве катализатора, и реальный канал вот у нас, это Детерин плюс Детерин, приход в третий. Очень важно поэтому становится задача для разведчиков, тех, которых меня слышат там. Спасибо, это разведчикам сообщение. Да, разведчикам. Особенно обращаюсь, как всегда, к Ирине Узиковой. Ирина, пожалуйста, значит, посмотрите, будет у него ВОСИ где-то рядом в установке. Посмотрите, пожалуйста, сертификат на вот тот водород, который у него находится в базе. Может быть, там действительно Детерия, Детерия против 8. Что там на тебе стоит? Очень как бы интересно. Так что вот хочу заметить. Обращаюсь к Ирине Узиковой. Теперь по поводу теории. Значит, теории, попытки объяснить вот эти эффекты, они делятся как бы на два класса. Первый класс, который пытается работать согласно... Голодал над другом. Что? Согласно представлениям действующей квантовой механики без ее модернизации. И второй класс, который пытается квантовую механику модернизировать. Значит, без модернизации квантовой механики. Рассказываю. Значит, возвращаемся к самой первой работе, которую я по этому поводу выполнил. Она состоит в следующем. У нас есть решетка, вот такая, титана. В среднем в нее, это я образно говорю, забивается по два атома Детерия. Да? Обычно. Но иногда у нас сюда запихивается, допустим, три атома Детерия. Вот такое. То есть вероятность этой реакции очень мало. Решетки чего? Титана или какого, рельники или чего угодно. У тебя конденсированное состояние. Ты в нее, значит, это дело закинул. Тогда... И есть эта гидрализация? Да, да, да. Гидрирование. 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 То есть как бы вот таким образом. У нас что оказывается? Они оказываются высоко локализованы. Локализованы. У нас они оказываются высоко локализованы. То вот у нас тогда... Вспоминаем, что у нас есть соотношение Гейзенберга. ДПХ. ВДХ равняется H пополам. Два больше или равно. Вот оно в этой, значит, ситуации. Выполняется. Если у нас ДХ очень маленькое, то у нас ДП очень большое. Это означает, что каждый из атомов Детерия оказывается локализован в маленькой области. И окружающий его потенциальный парьер, он начинает долбиться с очень высокой частотой. Почему? Потому что ДП становится очень большой. То есть оценки показывают это, что 10,20 примерно в секунду. Напоминаю, что эта теория полностью аналогична теории альфа-распада и от него слизана Гамморской. Гамморской теорией была воно та же самая логика. У него было ядро в качестве некого стакана со стенками потенциальными. И здесь болталась альфа-частица в размер ядра. Поскольку стенки эти очень высокие, но тонкие, сильные взаимодействия, то у нас, значит, получалась следующая вещь. Она начинала там болтаться из-за неопределенности импульса с очень большой частотой. И после ползанной раны туннельным эффектом пересекала барьер. Здесь у нас то же самое. Здесь у нас стоит как бы клоновский барьер по сторонам, да? А здесь болтается вот этот несчастный гитерий. Вот так. За счет соотношения неопределенности Гейзенберга, он, хотя его вероятность проскочить сквозь потенциальный барьер всякий раз очень мала, но поскольку он совершает большое количество попыток все время в секунду, то поздно-неравно оно проходит. И у нас вот эта реакция оказывается возможна. То есть реакция осуществляется на туннелирование. Специфика здесь является то, что у нас есть просто решетка. То есть решетка... Это рассказывается на самом деле то, что представляется, что вы катались. Да, по сути катались, да. Это получается, да. Решетка выступает... Решетка его стоит в том, что мы локализуем гитерии в какой-то небольшой области пространства. Тогда за счет чисто квантового механического... Размеры решетки известны какие-то? Да, да. Это примерно по размерам где-то, по-моему, 3. Я в прошлый раз рассказывал. 3-4 размеров от атома водорода. То есть в чем здесь эффект? Просто когда они парочкой там сидят, как им полагается, да, в каждой ячейке, то реакции-то не происходит, потому что область их локализации, она достаточно велика. А когда их туда троечка запихалась, допустим, или четверочка, я не знаю, что, надо проверить. Когда туда троечка запихалась, то они вот таким образом... То есть когда гастальпатер приезжает, места становится мало? Вероятность очень маленькая, 10-10, 10-15, что вот гидрирование произойдет так. Почему? Потому что я предсказываю, что сколько потом вот этот титан водорода не насыщай, у тебя реакция не повторится. Тебе надо взять этот титан, дегидрировать его, потом снова его загнать туда, вот эту самую штуку. И тогда в некоторых ячейках у нас появится по 3 атома дитерия. И тогда у нас за счет возможности тут туннельного перехода... Подожди, это какая-то странная глупость. Почему как бы... Смотри, чтобы 3 атома оказалось, 2 оказались в среднем везде по 2, да? Вот они уже везде по 2 оказались. Третий к ним может присоединиться, пройдя через этот потенциальный барьер, вот с какой-то вероятностью, да? Ну вот в этой ячейке сидят 2, и в той сидят 2. Да, да. Этот болтается, болтается один из этих двух, и переходит туда с некоторой маленькой вероятностью, что он переходит, ну как будто я писал. Вот и там становится 3. Нет, 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 они не через вот этот барьер приходят. Они не через этот барьер приходят. А через что? Они приходят между кулоновским барьером, между собой. Понимаешь, да? То есть 2 дитерия встречаются и образуют либо третий, либо гель. Понятно, да. То есть не эта ситуация. А решетка она просто их снова уже разымает. Ну хорошо, но а что мешает из соседней ячейки прийти туда? Ну вот не переходит. То есть, наверное, по всей видимости, это эффект образует. Но если здесь 10-15, то это еще 10-15 в квадрате. Вот смотри, что эта теория позволяет объяснить. Она позволяет вот здесь эти нейтронные всплески и гамма-всплески объяснить, как при этом переходе вот здесь бета-гамма. У тебя возникает перестойка кристаллической решетки титана происходит. Это что означает? Это то, что они между собой как-то пережимаются, вот эти самые атомы, находящиеся посередине, гетериру. И у тебя опять оказывается равное ненулевой вероятности производства, равное ненулевой вероятности то, что они оказываются в какой-то момент, а частоты их колебания по отношению к частотам колебания решетки гораздо выше. На порядке. А почему не любая решетка металлическая? Любая, любая. Любая решетка. Не только нитель, любой металл. Да, я думаю, да. Тот, который позволяет высокое гидрирование. Почему титан? Потому что в нем очень высокий процесс гидрирования, то есть две штуки ты можешь запихать. А у никеля у него другой эффект. У него происходит поверхностная абсорбция водорода в очень высоких пределах. А почему не подобрать специально мелкую решетку, подобрать какой-то сплав, не знаю? Не залезет, тогда ты не сможешь гидрировать. А чтобы минимум было два, то есть... Я не знаю, сколько два или три, но да, мне кажется, что три. Да, тебе надо, с одной стороны, чтобы ты могла нагидрировать по самые уши, а с другой стороны, чтобы у тебя была возможна подобного рода реакция. То есть вот это как бы мое личное теоретическое объяснение этой вещи. У нас есть... Это федомиологическое, в самом деле, объяснение. Федомиологическое, оно не просчитано, конечно. Плюс у нас возникает экранировка. За счет чего у нас возникает экранировка тоннельного барьера? А потому что все, что здесь они считали, это делается для чистых ядер. А у нас здесь всегда есть электроны. Да? У нас здесь всегда есть электроны. А что характеризуется S-электрон? Тем, что он имеет вероятность нахождения даже в ядре. Неравную нулю, существенно. На этом основан такой замечательный эффект, как К-захват. К-захват, это когда у тебя есть, значит, распадая, есть нейтронно-недостаточное, да. Нейтронно-недостаточное ядро какое-то, да, радиоактивное. Оно, распад происходит с чем-то? Что один протон поглощает с нижней орбитали один электрон. Они сливаются и образуется нейтрон. Это уникальная реакция. Чем она уникальна? Тем, что у нас электронная структура, ядра, она оказывает влияние на ядерное превращение. Почему? А берем его, обделем, и сделаем полностью от всех электронов. И тогда активно распадающий путем бета-распада, К-захвата, ядро оказывается абсолютно стабильным. Электронов-недко, которые он может поглощать. Вот такая эта штука. Здесь вот похожий несколько эффект. Такова, значит, эта собственная филомологическая теория. У тебя, раз у тебя S-электроны, они везде у тебя отсутствуют, то у тебя экранировка со стороны электронов, клоновского барьера, присутствует на любых расстояниях. Это очень важно. А вам-то надо было заработать, чтобы у тебя, согласно представлению мионного катализа, всего два порядка. Почему мионный каталис очень им нужен, важен? Потому что мион, то есть, по сути, тоже электрон, только очень тяжелый. Садясь на внешнюю орбиту вместо электрона, делает очень маленький атом. Настолько маленький, что на этих расстояниях уже начинает действовать сильное взаимодействие, которое сливает это дело во все. То есть, это известно, берешь Детерий плюс Детерий, ионизируешь их, берешь мионную фабрику, и все, после этого у тебя идет обычная термоидерная реакция. Другое дело, что тебе, чтобы изготовить миона обычный, нужно гораздо больше энергии, чем она в этой реакции выделяется. Там нужно ГЭЛ. А где выделяется мегаэлектрон-Вольт? Поэтому она энергетически невыгодна. Но здесь электрон, поскольку обдирать-то их не надо, температура-то маленькая, он везде с электроном, и у ЛЕС электрона в любой области, вблизи, ядра отлично от нуля, в том, что в самом ядре, то он тоже существует для дополнительной экранировки. И два этих фактора, вот это, то, что я называю обратным туннельным эффектом, и это экранирование, оно позволяет достичь подобного рода проявлений. Вот так, вот получается, что без гидрина обхожусь теперь. Гидрина, может быть, гидрина и нужна, может быть, вот в реакции вот не в этой, а в реакции РОССИ оно и нужно для гидрина. Почему оно нужно? Потому что у РОССИ же, я же утверждаю, что вот эта реакция, к сожалению, коммерчески будет невыгодна, а у РОССИ коммерческая реакция, у него реактор уже мегаэлектрон был, мегаваттник, мегаваттник, не мегаэлектрон, а мегаваттник у него стоит в контейнере. Вот какая ситуация. А второе, это значит, связанное с тем, что мы модернизируем квантовую механику. И показывается, что в этой модернизации у нас обменное взаимодействие, которое выглядит в квантовой механике как внешнее, не физическое взаимодействие, оказывается, носит между собой совершенно понятный физический смысл имеет. Именно им обуславливаются до сих пор необъясняемые силы Вандервальса, которые существуют у нас в химии и силы протяжения. И оказывается, что эти силы, которые появляются в этой модифицированной квантовой механике, оказываются существенно столько, что позволяют на значительно более больших расстояниях преодолевать кулоновский барьер. Вот такая. То есть там появляется новый класс сил. Отчасти, когда они моих аналогами, являются квантовые механики, их не физические. Надо фундаментальную теорию менять, получается. У них да. Они меняют фундаментальную теорию, да. Кто они? Сентини. Я об этом рассказываю. Это флоридская группа, но они достигли больших успехов, я считаю. У них же там в дуге углерод плюс гетерий светизируется, и от него образуется азот. Ты лучше по модернизации квантовой механики бы рассказал? Я не готов. Я не готов. Я про него могу поговорить. Вот. Такова, значит, эта ситуация, как я сейчас ее описываю, как она сейчас выглядит. То есть еще раз говорю, мы долго мучились, мучились, и вот теперь отказались я от ситуации, что у нас основной реакцией является никель. Это никель плюс протон равняется медь. У нас никель используется в качестве... Ну, говори, возможно. Как катализатор, да. И никель плюс протон равна медь. Это всего лишь побочная реакция. Сейчас будут очередную порцию реакции. В конце марта собираются оси выгрузить и сделать изотопный анализ, что у нее там с никелем произошло. Это в конце марта. Поэтому недолго ждать осталось. Скоро узнаем. Еще говорю, гипотеза, вполне возможно, что у нее идет на чистом напроте эта реакция. Кто его знает. Потому что считается, что протон плюс протон, подобного рода реакции, возможно. Например, они идут на 100 Солнца. Считается. Просто после этого один из протонов превращается в метро. Ну вот. Такая реакция возможна. Но я думаю, что у него в этом самом баллончике... Как они ищут. Вот так же, как и дитери. А я считаю, что у него просто в этом баллончике дитери не выходятся. Не проти, а дитери. То есть моя дитерина. Поэтому очень было бы интересно узнать, что у него там на самом деле. Ну вот все. Спасибо. Если есть вопросы еще. Есть вопросы? Возражения? Осуждения по поводу, почему вот это дело не принято, не признано. Мне кажется, если бы был какой-то выход, если бы схватилось бы сразу огромное количество людей. Ну сейчас и схватилось. Но 20 лет не было. Не схватывались. Ну я вот говорю, что хоть и он и делает вот этот эксперимент, но к сожалению, я должен сказать, что скорее всего, если какой-то фокус не будет сделан, промышленную установку на гидрировании, собственно, вот таком дитериным титаном построить не удастся. К сожалению, как ни странно, мое предсказание, оно вот такое. Нет, вот это самое любопытное, что техника обогнала теоретическую физику. Сначала получаются установки делать, а теперь пытаются объяснить, как она работает. Ну мы же знаем, что такое теоретическая физика. Это 90 лет без побед. Нет, ну это странно, просто как бы вообще считается, что сначала должна наука куда-то двинуться, а потом должны будут какие-то установки. Да, да, да. А тут такая странная обратная реакция. Да, у них же там в Болонском университете давно шли такие эксперименты, их опять не публиковали, хотя, конечно, они были под... Нет, на счет 90 лет без победы, конечно, хватило, мягко говоря. Ну а чего? В 23-м году последняя фундаментальная физическая теория построена. Квантовая механика. Квантовая механика, это не 23-м, а где-то с 25-го по 30-й годы. Ну квантовая электродинамика же тоже это прорывает, правильно? Да, а чего не прорывает так? Ну как бы, это надо было... Она же не фундаментальная наука, нифига, мы ее разбирали в прошлый раз. Фундаментальная, а чем? Ну квантовая механика, она не фундаментальная, вы что? Ты про квантовая механика, я говорю, квантовая электродинамика, это уже шаг. Вот я и говорю, что это не шаг, нифига. Как это не шаг, а что же это такое? Ну, она же не фундаментальная научная теория, она вторичная. Почему она вторичная? Она вот такая, такая какова и есть. Ничего, вполне себе фундаментальная научная теория. Давайте вернемся к тем не докладу. Ну, вопросы еще какие-то. Игорь, а я вот не понял, а почему вообще, если вы говорите уже в течение полугода или года, Росси, Росси, а в мире-то неужели это так неинтересно, никто не повторяет? Интересно, интересно. Я же в прошлый раз расскажу, какие существуют проекты. У них на сегодняшний день помышленные реакторы существуют у двух групп всего. Это у Росси, это сейчас индустриальная теплоамериканская компания создана, и она же является подразделением инвестиционного фонда Cherokee. И у Дифкалионной, это греческо-канадская компания. Две компании на мир, на весь... Да, это уже две компании, у которых существуют подобного рода промышленные установки. Существует еще, мне известно, несколько десятков установок, где вот типа это, где ленеры идут активно. Но они не являются промышленными, там что-то там не такое. Кто ватт выделяет, кто 10 ватт. Это не мегаваттники совершенно. То есть вот есть такие экспериментальные реакторы. Их много достаточно. Была вот эта красивая презентация, этим летом была конференция по холодному ядерному синтезу. Там вообще красота была такой. Там среди серебряных маленьких шаров лежат два золотых шара. В одном ничего не происходит, а второй греется. Когда идет конференция там две недели, он все время горячий, горячий, никакое тепло не подвес, потом его распилили и показали, что к нему не подводятся никакие провода, ничего. Вот какая-то такая батарейка. Такая красивая презентация. Но промышленно это сделать сложно. Я уже объяснял ситуацию. В моем случае для Титана загнать сюда третий атом, это очень сложно. Ну почти невозможно. То есть очень низкая вероятность этой самой вещи. Ну и плюс, разумеется. Я вспоминаю, когда я писал диплом, поэтому у нас был профессор Комаров. Был у вас профессор Комаров еще? Теорию группы читал. Он мне говорил, блин, что там есть круг задач. И он говорит, у вас сейчас счастливая пора. Я говорю, а почему? А вы можете, говорит, все попробовать. Можно бросить все и полгода заниматься этой, скажем, попыткой решить задачу точно. Ну, скажем, для трехмерную модель Хаббарда или трехмерную модель Бельсенберга. Попытаться. Вот вы можете сейчас, я спрашиваю, ну как так, а дальше? А дальше, говорит, за ваш результат всегда будут отвечать ваша семья, ваша карьера, ваши доходы, ваши дети. И вы после этого лишите всегда права на какую-либо рода попытку. Вот так мне говорил Комаров. Это действительно так. Ты всегда должен давать результат. Ты всегда должен давать физику. Давать публикации в форме. На подобную роду верность, когда у тебя семья, дети, карьера и что-либо еще, ты не имеешь. Ну, откуда такая лето-денька-то там, не знаю, это вопрос не в этом смысле. Вопрос состоит в том, что любая наука, естественно, хочет получить на уложенные средства какой-то результат. Бессмысленно заниматься наукой, если это просто себя тишине. Вот, получилась установка. Теперь для науки есть задача. И либо они объясняют, как она работает, либо как бы нет. Это как бы вызов. Вот ученые, по идее, так и должны действовать. Я объявил миру какой-то эксперимент. Теперь объясни, если у тебя есть теория, пожалуйста. Можете современное теоретическое и физическое объяснить у вас? Вот тут как бы мы пытаемся тут что-то сделать. Да, в моем лице может, да. А так нет. В этой всяей проблеме всегда и состоит, на самом деле, что наука имеет тенденцию быть консервативной. Да, это нормально. Это нормально. Другое дело, что как бы люди, есть люди, которые пытливые, которые хотят вот что-то придумать, что-то сделать, да. И вот они делают. Хорошо еще не просто они делают, а еще и все. Как бы какие-то результаты конкретные получают. А для физические установки, которые работают и прочее. А так вот с чем мы занимались? Так в каменной веке сидели, вот придумали. Ну да, да, да. Каменный этот молоток, топор и все. И куда бы не двигались. Ну да, ну да. Ну мы немножко об этом сегодня, может быть, еще позже поговорим. Ну вот так, вот такая вот вещь. Ладно. Еще, еще. Все, спасибо. Спасибо.